Игрок на Тайпе 58 взял к себе во взвод иностранца на КВ-2. И ребят, вы просто сейчас обалдеете, в какую невероятную передрягу попадет вот этот красавчик на КВ-2, который у вас на экранах. После данного боя многие будут называть его просто психом рандома. Внимательно сейчас смотрите, куда же он поедет, играет настоящий европеец и будет очень красиво. Как я понимаю, из Чехии, по идее. В общем, смотрим, что же будет у нас дальше. Иностранного языка не знаю, но слово капец, оно похоже везде одинаковое, он в чате. Если видите, в общем, там слово капец написано. Ладно, счет 0-0, типичное. Начало, почему типичное, сейчас расскажу. Наш КВ-2 абсолютно в гордом полном одиночестве отправляется себе на фланг. Кидает почти без сведения по Мардеру 38Т. И сразу же ваншот на 270. Только остановился, там прицел еще был здоровенный, даже не начинал сводиться четко, в Мардера попал. Ну, типичный КВ-2, типичные союзники, которые стоят на базе. Тот же ОЕ Экспериментал, который он вообще там непонятно что делает, должен сюда ехать. Вроде бы начал наконец-то свое движение на фланг нашему герою. Но, тем не менее, счет довольно быстро развивается. Наш союзник на Тайпе 58-м поехал на другой фланг. Надеемся, что у него там что-то получится. КВ-2 опять особо не сводится. Только поворачивает свой взгляд на КВ-1С. Сразу же отвешивает плюху. Ну что ж, неплохо. 627 урона есть. Правда, нам тоже броню немножко уже покоцали. Нужно проезжать дальше. Будем надеяться, что японец хоть что-то сделает. Поможет союзник совзводный наш, который уже отправляется в ангар, который на Тайпе 58. И фактически без поддержки КВ-2 при счете 2-6 сейчас что-то должен делать. Проезжаем дальше. За углом стоит КВ-1С, которого мы, по идее, должны с одного снаряда забирать. И дальше. Ой-ой-ой, а вот это уже опасно. Вот это СУ-100. Ее, наверное, хорошо бы первой заваншотить, попытаться. Хотя там сзади приехал японец, который сейчас очень важен. Потому что он фактически не дает противникам возможности упороться на нас. Но, тем не менее, СУ-100 отвешивает все-таки снаряд. КВ-1С, точнее, дает нам на 300. И становится уже больно. А СУ-100 мы отправили в ангар. И вот квасик за камешком. Нужно сейчас попытаться портиком выехать, чтобы следующий урод не получать. Потому что он может быть для нас последним. И вот везет. КВ-1С стреляет нам в гуслю. И фактически сейчас на халяву мы добиваем этого тяжа пятого уровня. Счет 7-10. И если вы взглянете на миникарту, то основные проблемы нашей команды абсолютно на противоположном правом фланге миникарты. По нулевой линии противники спокойно проехали. Заняли горку. И сейчас толпой уже будут вываливаться на нашу базу. Один взгляд на П-26-40. И он уже улетает в ангар. 4 фрага и 1200 дамага. Многие скажут, что это для КВ-2 пока совсем так слабенько. Все-таки попал вверх списка. Много танков четвертого уровня, которые для нас по щелчку улетают в ангар. Поэтому нужно наносить поболее. Ох, какой же подарочек сейчас на центре М-10. И заметьте, опять же, особенно не сводится. То есть вот он только выехал, сразу же в М-10 стреляет и четко снаряд летит. Обожаю КВ-2 вот именно за это. Советские вертухи это что-то с чем-то. Только, ребят, предупреждаю, не повторяйте это в рандоме. Все трюки в наших видео выполнены профессиональными психами. Иначе их не назовешь. Но я в шутку говорю, конечно. Так что, ну, вот так вот выезжать с вертухи лупить по М-10, это еще та забава. Ну, в общем, в итоге остается 140 хп у нашего КВ-2. И на центре засвечивается М-8-1, по которому наш герой собирался абсолютно в той же манере с легкой руки отвесить ваншот. Но не получилось. Здесь дистанция была побольше, нужно было сводиться, времени не было. Хотя дело даже не во времени. Наш герой вообще не особо любит сводиться, как я понимаю. Ну, ладно, в итоге выжил, выжил М-8, уехал куда-то там дальше выдумывать тактику. Ну, вообще интересный состав. У нас КВ-2 в команде и два танка пятого уровня. Экспериментал, который очень бронированный японец. И Т-67 имбовая дальняя ПТ. У врагов машин пять, но четыре, четыре из них четвертого уровня. Хотя там есть, в принципе, Хедзер, который может подпортить нервы. И у них самое главное, там КВ-2, который почти, ребята, фуловым окажется. Небольшой спойлер, чтобы было интересней смотреть. Но вот этот спойлер сделает именно интересней игру. Мне кажется, напишите в комментариях. Потому что такое чувство еще неразрешенности данного боя. Непонятно, если бы КВ-2 был ваншотный, то тогда у нашей команды реально шансы выиграть больше. Т-67 фуловый, ой, почти фуловый. Наш герой шотный, но, тем не менее, играть начал осторожно и не подставляется. Выезжает сзади немец. И наш герой вот сейчас уже сводится. И наверняка отправляет ВК-2001Д в ангар. По красоте! Следующий ваншотик залетает. И уже воин у нас насчитует целых 6 фрагов. В это время японец пытается сражаться против М-8. Будет ли ПТ-шка его пробивать? Вот вопрос. Если бортом япошка подставится, то понятно, что будет. Ну вот ему было бы логично поехать, наверное, через ЖД-шку вон там впереди перекатиться. И вот эту М-8 уничтожить. Хотя другой вопрос, где вражеский КВ-2 вообще? Вот этот вопрос беспокоит сейчас, я думаю, нашего героя и меня в том числе больше всего. Это главный противник, который без проблем может Т-67 заваншотить. Нашего героя с одного снаряда уничтожает. И с эксперименталом, я думаю, тоже может разобраться. Ладно, решает наш пацанчик не стоять, а проехать все-таки подальше вперед. И тут сюрприз. Засвечивается сзади М-8.1. Поворачиваем башню. Неужели сейчас без сведения доберет? Нет, нет, нет. Не так все просто. Не получилось. Видимо, ПТ-шка сменила там позицию, пока мы думали и поворачивали свою башню. Валентинка решает поехать на Т-67. Она на два выстрела в 67-му. И здесь американец, конечно, должен выигрывать эту дуэль. Там еще японец близко. Но японцы, кстати, уже ХП поубавились. Вон он, вон он. Фуловый КВ-2. Фуловый вражеский КВ-2. И сейчас будет, ребята, очень красивая дуэль. Выезжаем на Валентайна, добиваем его и тут же танкуем вражеского КВ-2, который оказывается на ББ. Зачем он заряжает ББ в этой ситуации? Я не понимаю просто. Японец шотный. Наш герой шотный. Т-67 для фугаса просто легчайшая цель. Но вместо этого он зачем-то киданул ББ-шнейпаном. Веселый КВ-2, но тем не менее японца добирает. И вот сейчас мы остаемся вдвоем с Т-67. Еще и от Хедзера прилетает на 40 КП в бочину. И, честно говоря, даже повезло. Мог бы побольше дамага нанести. Впереди КВ-2. Мы зарядили фуджес и готовимся заваншотить своего оппонента. И тут, конечно, дуэль нереально нефигная. Стреляем по М-8, но мимо. И сейчас они начинают спускаться на Т-67. КВ-2 выглядывает на нас. И вот она битва. Он смотрит в нашу сторону, но почему-то так долго не стреляет. Зачем он заходил в борт? Просто непонятно. Сводимся на него. Выстрел. И минус КВ-2. Просто... Я не знаю, что творится на иностранном сервере. У меня нет слов. Какие-то психиалисты играют странные поступки вообще. Почему этот КВ-2? Ну, как будто подставной бой. Ну, у нас бы на сервере кричали, что это подставной бой. Но мне кажется, нет. Это просто дичайшие затупы какие-то. Ребят, сейчас будет интересная ситуация с Хедзером. Внимательно посмотрите. Потому что Хедзер заныкался в очень хитрой позиции, как окажется позже. А пока я буквально на 2 минутки возьму паузу и расскажу вам про огромный розыгрыш голды. Покажу победителей на золото и много что интересное добавлю. Пожалуйста, оставайтесь. Не перематывайте. Пожалуйста, ребят. Итак, ребята. Мы сейчас с вами на сайте ВотГол для того, чтобы проверить крутые кейсы, которые я вам постоянно советую. Крутануть колесо бонусов и выбить призов и голды для розыгрышей. А также, наконец-то, все спрашивают, где итоги розыгрышей. Вот сейчас на ваших экранах, ребята, появляются два победителя. Вот я танчик выиграю, кстати. Которые каждый из них получает целых 5000 золота. Вот они, ребята, у вас на экранах. Этих парней мы поздравляем. Каждый из них забирает 5 косарей халявной голды. А в этом видосе, ребят, как всегда, тоже будет розыгрыш золота. Будет тоже 2 победителя. В сумме они получат 10 тысяч золота. Воу! Воу! АМХ М4 49 выпадает. Вот это уже неплохо. Для участия каждый, то есть 2 победителя, каждый по 5 косарей голды. В сумме 10 тысяч в этом видосе будут. Тут для участия нужно просто оставить комментарий, ну, комментарий, с вашим ID от ВКонтакте, ребята. А также желательно, я не буду говорить прям, что это прям все обязательно. Просто от души вас попрошу поставить лайк этому ролику, подписаться на канал и включить колокольчик. Это очень важно для нашего канала, поддержать розыгрыши золота. Мы разыгрываем очень много. В этом конкретно видео 10 тысяч целых голды я раздам. Поэтому, ребята, пожалуйста, отнеситесь к этому с подниманием. Правда. Ну, 2 секунды вам спуститься под ролик, лайк поставить. Ну, и ссылка на сайт WhatGold находится у нас, как всегда, в закрепленном комментарии к этому видосу. Перейдите по ней. Проверьте свою удачу. Может, вам повезет. Я никого, думайте своей головой, никого не заставляю. Ничего там не настаиваю. Ну, просто как минимум можно зайти по ссылке и крутануть вот это колесо бонусов. Почему бы нет? Тут абсолютно бесплатные призы. Кстати, гляньте, тут специальные коробки. Давайте какую-нибудь из них откроем на последние денюжки. Ребята, огромная просьба лайк все-таки поставить. Ну, и можно голду выиграть еще в этом ролике. Почему бы не поучаствовать в розыгрыше золота? Так, на 2 не хватает. Давайте 1 откроем. Про джетта 46. Выпадет он мне? Нет? Нет. Ну, 7 дней према. Тем не менее, премтанк я сегодня, ребята, выбил. Давайте вернемся на главную. Мы крутанем вот это колесо бонусов, про которое я постоянно говорю. Что мне тут выпадет сегодня? Ну-ка, ну-ка. Опа. Гляньте, очень классный код на 40... На 40% пополнения. А если у кого-то нету, можете использовать вот мой код. Ну, этот код одноразовый, что я выиграл. А вот этот код многоразовый. На 15% каждому вашему пополнению. Он есть в закрепленном комментарии. Там же ссылка на вот гол. Зайдите, проверьте. Тут может, посмотрите. 10 тысяч выпасть. 10 тысяч на баланс. 250 на баланс. Икстринное пополнение. В общем, зайдите, проверьте. А мы возвращаемся к видосу. Возвращаемся на карту Тундра, где наш КВ-2 сейчас должен решать бой. Уже 8 фрагов. Осталось 100 хп. Какая-то фантастическая дуэль была сейчас с вражеским КВ-2, который затупил максимально. И вот сейчас Хедзер не АФК. И где он будет, это главная загадка данного сражения. 4 минуты остается до конца боя. Мы стоим на захвате базы. Т-67 просвечивает последнюю позицию Хедзера, но его там нет. Ребята, огромная к вам просьба будет. Вот пока вы смотрите финал, досмотрите до конца, во-первых. Там интересный плейлист будет вверху справа. И еще, кто не подписан на канал, я знаю вас больше 70%. Ребят, огромная к вам просьба. Пожалуйста, подпишитесь на канал и включите колокольчик. Это очень сильно поможет нам в продвижении и развитии канала. Вам 2 секунды. Поставить лайк. Лайк тоже важен. Пожалуйста. Вот я всегда еще раз говорю, вот выбрал такой момент, когда уже небольшое затишье в бою. Можно рассказать без ущерба для видео. попросить вас поставить лайк, подписаться и включить колокольчик. Пожалуйста. Сделайте это прямо сейчас. Но это не сложно же. Остается 30 секунд до захвата. Хедзер подсвечивается впереди. И будет ли наш герой рисковать? Да, он рискует, выезжает, сводится и есть 9-й фраг. Трикосаря дамага. 9 фрагов. Какие-то невероятно веселые ситуации. Я думаю, этот бой вашего лайка заслуживает. Ну а на этом все. Справа вверху сейчас плейлист. Ребят, нажимаем справа вверху. Такой прямоугольничек с плейлистом из крутых роликов. Давайте все туда. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok